Не ждали? А вот и я! Всем привет, мои дорогие друзья! С вами как всегда Барон. Мы продолжаем играть на GTA 5, RP Sunrise. Здесь есть у меня промокод Барон. Если что, самый лучший. Нажимаете F10. Вот сюда приглашение. И сюда вводите промокод Барон. Который дает вам бипку и дает вам еще деньги. В этом видеоролике я пройду все квесты, которые нам дают на данный момент. И покажу, где и как и что. То есть вы все это дело увидите. Также покажем, какие аксессуары, какие машины даются. Но, в общем и целом. Перед просмотром данного видеоролика розыгрыш на 200 тысяч. Для всех желающих. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал. И написать любой комментарий от 4 слов. Желаю всем приятного участия. Удачи. И смотрите данный видеоролик до конца. Вижу огромное скопление уже людей. Хотя сейчас онлайн 663 человека. Но уже люди, видишь, начинают делать эти задания. Все смотреть. Сейчас поглядим, что у нас там вообще. Ой-ой-ой. Что у нас там вообще есть? Наконец-то праздничный ивент. Что мы видим? Так, праздничный. Ой-ой-ой. Все подбегают. Все подбегают. Эй, организатор. Так, привет. Праздник уже на подходе. А еще столько дел. Поможешь мне собрать команду? Конечно. Отлично. Тебе надо будет собрать 5 человек, которые потребуются для проведения праздника. Начнем с простого. Тебе нужно будет найти программиста, который потребуется нам для организации. Этот парень вечно зависает в интернет-кафе. Так, короче, давай, поехали нахер. Поехали быстро. Найдите программиста около интернет-кафе в маленьком Сеуле. Если я не ошибаюсь, школа раньше была в абсолютно другом месте. То есть сейчас организатор находится... Подожди, да, действительно, школа была в другом месте. Это, я так полагаю, они что-то... Они что-то типа изменили. О, я еще и сдох. Короче, первое квестовое задание. Рассказываю, где. Так, сначала мне надо тачку вызвать. Первое квестовое задание. Как мне ребята подсказали, короче, ищем 24 на 7 номер 1. Находится оно вот здесь. Вот за этим 24 на 7 находится, получается, квестовый первый персонаж. Поперк найти, я так полагаю, он здесь. Вот он, да, да. То есть получается первое 24 на 7. И вот за ней сразу же вот этот кент стоит. Здорово, мужик, что там? Так, ага. Есть, вернитесь к организатору годовщины. Все, с этим договорились, поехали дальше. И вот так получается первое задание. Это все... Ой-ой-ой. Это всех их собрать. То есть мы их всех собираем. Потом они начинают нам делать там, я не знаю, уроки давать и так далее. Блин, прикольно, слушай. Нормально видоизменили. Потому что сколько лет подряд, да, было вот около школы. А сейчас какой-то вот около вот этой вот обсерватории, или как это там называется, да? Может, конечно, потом все это на школу и перенесется, но не знаю. Пока что на данный момент я вижу, что ну очень даже круто сделано и интересно посмотреть. Во-первых, надо найти всех этих еще учителей. Как бы это тоже проблемно, знаешь, это узнавать только у игроков непосредственно. То есть где все это. Либо у ютуберов смотреть видеоролики. Давай. И у ютуберов все это дело узнавать. Где, чего и как. Едет супер. Так, хорошо. Ладно, давай дальше. Так, впрочем, думаю, так, сократить. Это кто у нас? Найдите. Ага, 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 ага. Волонтеры, ребят, смотри, две мэрии нужно обязательно чекать. ЕМС-ку нужно чекать. Скупщика шкур нужно чекать. Либо ферма. То есть там он по-любому где-то будет находиться в одном из этих мест. Наверное, давайте сначала по мэрии глянем, где что. Потом посмотрим непосредственно, сгоняем в ЕМС-ку. Посмотрим там. Потом глянем, если что, вторую мэрию, скупщика шкур и всю эту тему. И поглядим, где это все будет. Где этот волонтер у нас находится, ребят. То есть, видишь, они рандомно, получается, разбросаны, эти волонтеры. И у каждого по-своему. То есть у кого-то близко, у кого-то далеко. Ну, ничего страшного. Я не знаю, может быть, это делится по серверам. То есть, если сейчас у меня он здесь будет, может быть, здесь постоянно испаунится этот волонтер. Так, ну я пока... Так, это какая-то мусорка вообще. Мужик, а где скупщик шкур, не знаешь? Нету у меня скупщика шкур здесь. Значит, все-таки рандомно, ребят. Вот Энза вызвался помочь. Говорит, я тебе помогу найти ее. Эту волонтершу. Так, а у меня, слышь, метки какие-то появились. А, это, наверное, аирдроп. Да, это аирдроп. Нашел. Здорово. Меня отправили за тобой. Все, есть. Все, теперь к организатору. Спасибо. Нет, то есть, это реально, короче, это очень лютый рандом. Максимально, видишь. У кого-то может быть здесь появиться, у кого-то может ВЛС появиться, у кого-то может вообще хрен пойми где появиться и так далее, там подобное. Следующий задание знаешь какое? Там что-то вроде, что, пинаколад надо купить, что-ли. А, ну это фигня. На кальпелике. Блин, нашли, ебать. Я уже забыл по очередности какое. Но я все прошел. Ага, ну, это будет хорошо, если ты мне поможешь, я тебе подблагодарю. Фух, е-мое, вообще, тема, ребята, тема, тема, тема. Так, я знаю ее слабость, поэтому перед поездкой тебе нужно будет заехать пару мест, для начала раздобуть пинаколады и добавь к этому местному бургер, купленный в любом магазине. Все, пинаколады и местный бургер, поехали. Пинаколады и местный бургер, короче. Пинаколада. Пинаколада. Что-то надо пинаколаду и еще что. Наиместный бургер. Ну, короче, я купил пинаколаду, давай на почту и в 24-7. А, она не действует на почте. Надо снать на Кайперику, когда ехать. А, понял, понял. Значит, все понятно, ребята. Средственно и на острове Кайперику. Так, нам надо в бар, получается, заехать. И дальше будет у нас следующее задание. Я так полагаю, либо вернуться к организации, либо найти еще кого-то. Или что-то. Я так полагаю. Это, получается, нам, знаешь, что надо. Нам нужно договориться с каким-то типом. И мы сейчас, для того, чтобы с ним договориться, мы непосредственно покупаем пинаколаду и покупаем бургер. Чтобы его, как говорится, сказать, ну, на, братан, бухни и, как говорится, закуси. И все, и ты непосредственно пойдешь с нами. То есть, ну, как бы уважить человека, то, что ему нравится, соответственно, да. И как бы ему вот это вот и дать. Так, все, есть. Выходим. Так, допустим, берем пинаколаду. Пинаколада, пинаколада. Так, Тоник. Вот она, пинаколада. Давай, покупаем за наличные. Все, арендовать лимузин у церкви в Лос-Антесе. Мецената в аэропорту Лос-Антес. У церкви, церковь в Лос-Антесе арендовать лимузин, короче. Ну, тебе надо будет поймать его сейчас там. Да я уж так и понял. Там дефицит на них. А? Дефицит на них там. Да, я так и понял, брат. Я так и понял. Сейчас сделаем. Сколько людей сейчас ловят лимузинчик? Мне кажется, там... Ай-я-май-я! Да ну нахер! Лё. И чё, а как его поймать-то надо? Где его ловить? Он здесь где-то появится. Ага. Все, понял. Подожди, а это что? А-а-а, я арендовал лимузин за три с половой. Так. Сверху, сверху, как я понял, здесь. Ну, это нормально. Так, найдём сейчас этого кента, где он будет стоять. Мецената. Мецената без охраны, это как-то интересно достаточно. Так, окей. Ага, во, вижу. Чё-то стоит. Так, и чё, к нему подойти надо или чё? Да-да-да, к МПСе подойди. Так, здорово, меня просили вас встретить. Всё. Так, и чё? А, вернуться всё, к организатору годовщины. Всё, летим, получается. Полу, там тоже их собирают же, линейка вот это всё. И вот мы сейчас собираем вот этих вот всех волонтёров для того, чтобы они нам начали давать определённого рода задания. Так, окей, продолжаем, ребят, выполнение заданий. Замя, ты просто поднимаешь, там много компьютеров, да, стояло? Тебе нужно будет объехать все бары и спросить барменов, не заглядывал ли он. Но по дороге возьми ему пиво, и ему явно потребуется обменившись. Всё, вот, получается. Купить бутылку пива для музыканта. Вот это хорошо. Так, музыканта, купить бутылку пива и объехать бары, получается. Он тоже, я понимаю, рандомно, да? Да, 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 вот есть же байкерский клуб, вот он там может быть. Гонят, золото задушно. Да, слышь, даже есть, получается. Поищи его где-то рядом. Поищи его где-то. Где-то рядом он, да? На крыше, на крыше. На крыше, на крыше. Ай, на крыше. Смотри на крыше, он там должен быть. На крыше? О, я нашёл, я нашёл его. Здоровый, ёптать. Пора готовиться, годовщина уже. Да, всё, поехали, Энзо. Нашёл. Найдены, найдены. Отлично. Всё, уходим. Всё, получается, на одной из крыш больше, более вероятно он будет находиться, нежели где-то внизу. Всё, ещё он там залезает, я так полагаю, он погреться решил или ещё что-то. Ну, видишь, огромный плюс того, что нам не пришлось ехать куда-то в другие бары, потому что это всё-таки определённый рандом. И, возможно... Ай? К организатору надо? Да, 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 да. Вот, это определённый рандом, и, возможно, как бы он будет находиться где-то вдали. Ну, видишь, нам повезло в этом плане. 4 на 7, номер один, там находится за ней. Спасибо. На, обороны. Слышите, пацаны. А где программист, программист, пацаны, кто знает, где программист? Купите красные розы. Вроде это уже конец сейчас будет. А, принято. Там надо вроде сашими... А, из полца. Да, 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 что-то такое будет. Жаль то, что вот это не бизнес. Тут бы такая финка была с каждым бы квестом, ё-моё. Так, букет Коал, так, розы, букет из розы Вригербер, так, букет, 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 букет. Где розы? Ага, букет из красных роз. Три тысячи! В охерели, что ли, ё-моё. Указанием организатора по СМС. Хорошо. Так, с моделью по телефону она скажет тебе, что делать дальше. Её номер... А, чё там? Шестьсот тридцать три вроде, тридцать пятьдесят один. Да, шестьсот тридцать три, пятьдесят один. Так, ну давай, окей, поехали. Шестьсот тридцать три, пятьдесят один. Поехали. Давай, занято. А чё занято, я не понял. У тебя потом сообщение сейчас придёт, потому что она занята и не может взять трубку. Надо будет перезвонить ещё раз. Абонент не может ответить. Абонент не может ответить, это чё значит? Всё, это сообщение пришло, конечно. Пришло, да. Так чё толку-то? Сообщение-то пришло, позвонить я не могу. Читай сообщение. Перезвонить-ка, сможете. Перезвонивай. Может из-за того, что мы в Кайперику? Не-не-не-не-не-не. Позвонил её друг, сказал, что у неё телефон сел, она ждёт тебя на пляже в клубе Кайперику. Всё хорошо. Так, вот она. О, слушай, вот она, да, появилась. Или не она? Подожди, вот. Сюда приехали какие-то фотографы, я сбежал, а меня позвали в The House где-то на... Ясно, короче. Записка ElementRP, даже если на ней стоит печать, она не подтверждает листья человека, даётся её вам администрация, несёт ответственности, понятно. Так. Всё, поехали куда-то этот. The, The House какой-то. Вот она, наша модель. Кайф. Так, уйти за едой. Я сказала, без шага не ступить, потому что там будет бутылка вина и сашими из тунца, умирая от голода в этой деревне. А у меня есть и бутылка вина и сашими, а она умирает от голода, или надо подождать. Сто тысяч сашими из тунца берём. Сейчас много. Да похер. Мы, мы не бедные нормально возьмём, не миллионы, ладно. Что? Там тунец-то уже продаётся по сто тысяч, ребят. Вы не знаете, где взять сашими из лосося? Не знаю. А, на центральном... Ой, блин, на этом, на Файвита купить там продаётся. Ох, ну неужели? Я чуть сознание от голода не потерял. Ладно, перекушу и приеду к вам. Езжай туда, меня жди. Хорошо. Беседа есть. А, всё, слушай. Да, мы, получается, всё это дело прошли. Сегодняшний этап сюжета квеста выпала. Продолжение будет доступно после утреннего рестарта следующего дня. Ага, то есть это, получается, целыми днями можно делать. Так, купить машину. Нормально, слушай. Роллсик такой, 200 тысяч звёзд. И получается какая-то такая интересная тачка. Ну-ка, на тест-драйв. А, ну это электричка, всё, я понял. Это чисто электрички, да, я так полагаю. Окей. Это тоже электричка или нет? Нет, это не электричка уже. Ну, такое, ладно, пойдёт, чё бы нет. Хорошо, по одежде, ребят, также давай посмотрим, чё у нас тут есть. Рубашечки. Стилёвые достаточно. Соответственно, хули нет, да. То есть школьный такой моментик. Какая-то шуба. Здесь чё-то такое. Различные вариации расцветок. Соответственно... О! Ну, тут ещё что-то даже меняется. Джемперы. Чё ещё тут есть? Это... Господи, что это? Какие-то такие кофточки есть. Что-то типа того. Пуховик Дион. Диор, типа, или чё? Блин, ну слушай, пуховичок, кстати, такой здравый. Мне подходит, кстати, прям под этот рюкзачок. Так, здесь понятно. Стон Айланд или чё это там? Видите? Чё-то тут... Ой-ёй-ёй-ля! Вот это, кстати, тоже прикольная тема. Так, брюки обычные. ЛВ классический. Опа! Слышь, а это, походу, на замену этим, нет? А чё? Чёрные... А, ну... На замену, короче... Как они там? Были брюки там какие-то, я помню. Так, это Уги. Адидасы. Балансиары. Блин, прикольно, слушай. Берет обычный. Панамка Прада. Кепка Балансиара. Так, цепи. А, ну цепи, кстати, тоже... Имеют место быть. Ну, часы единственные, то есть такие вот... По очкам чё тут есть? Ёма! Слушай, шикарно, шикарно, базар у меня. Так. Энза, только не уезжай, дружище, я тебе этот... Подгончик дам. Слышишь, а где найти, бля, программиста? Рюкзак. Вот они, родненькие. Вот они, ребята. Волонтёры рандомно спавнятся, ребят. Их надо искать во всех... Этих вариациях, где там показывают. Блин, слушай, прикольные рюкзаки. 10-10. Так, Гуччи рюкзак. Ну, типа, такое, конечно. Так, это тоже. Ну, слушай. Ну, такое, чисто в таком стиле. Так, а вот это? Этот предмет может менять состояние. О, 10-10. Смотри, тоже это Луи Виттон, да, получается. Блин, а вот это прикольно. Слушай, 25 тысяч. Вот либо чёрный, либо белый прям смотрится, будет вообще хорошо смотреться, знаешь. И то есть, я так полагаю, менять состояние, это он может либо куда-то назад закидываться, либо на бок и так далее. Блин, достаточно крутое, слушайте, обновление. Но продолжение будет завтра. Поэтому, как бы, сегодня, увы, мы всё, что можно выполнить, мы выполнили без всяких проблем. Спасибо, Энзо. Так, а вот благодарочку человеку... Где Энзо, кстати? Энзо, а ты где, брат? А я Энзо потерял. А, вот. Номер твой этого банковского счёта. Брат, номер? А сейчас написал. Всё, в чат написано, так. Ну и благодарочку человеку закинем. Как бы вот так вот. Пришли? Да. Спасибо. Пожалуйста, брат, давай на связи. У тебя довести? Не-не-не-не-не. Давай-давай. Всё, 150 тысяч из человеку закинули. Благодарочку. Не, ну тема, тема, реально тема, ребят. И то есть каждый день сейчас мы будем собирать вот эти вот задания волонтёров там и так далее. Достаточно неплохо. Я бы, кстати, прикупил реально рюкзачок какой-нибудь здравый, потому что рюкзаки там стоить будут ого-го сколько, ребят. Поэтому советую. Вот этот Луи Виттон, который финальный, 25 тысяч вот этих вот звёзд. Это, конечно, прям разрыв, на самом деле. Ну и видишь, вот они, звёздочки, все дела. Всё по красоте, всё круто, всё классно.